Дорожно-транспортное происшествие Для оформления ДТП не нужно Начнем, во-первых, с алгоритма действий участника ДТП Во-первых, при совершении ДТП водители должны немедленно остановить транспортное средство Не трогать его, не перемещать следы дорожно-транспортного происшествия Предметы, причастные к нему Выставить знак аварийной остановки И уже, соответственно, осмотреться и выяснить все-таки, что же произошло Что они должны выяснить? Первое. Имеются ли при ДТП пострадавшие? Если, соответственно, имеются То необходимо срочно же вызвать скорую помощь Путем набора заветных двух цифр Либо через линию 112 И сообщить о случившемся в полицию Либо через линию 112 Либо по телефонной линии дежурной части Далее Затем уже действовать в своеобразной остановке Если обстановке Если видят, что необходимо оказать доврачебную помощь Соответственно, ее нужно оказать Но я так понимаю, что у нас в городе Если ДТП произошло У нас с больничной городок и скорой помощи в шаговой доступности Поэтому проблем с приездом скорой помощи у нас еще в городе никогда не было Если же пострадавшие отсутствуют Водители должны оценить обстановку Зафиксировать место ДТП Следы ДТП С помощью фото-видео фиксации Сделать фотографии таким образом Чтобы на них четко было видно Как располагаются транспортные средства По отношению к краю проезжей части По отношению друг к другу По отношению к объектам дорожной инфраструктуры Перекресткам, обочинам, светофорам, дорожным знаком Линиям дорожной разметки И только после этого Незамедлительно убрать автомашину с проезжей части Для того, чтобы освободить проезд Вот это должны они сделать в первую очередь Далее они должны уже выяснить все-таки обстоятельства При которых произошло столкновение или наезд на что-то И имеется ли разногласие в оценке обстоятельств случившихся И далее уже посмотреть сумму ущерба Вот если сумма ущерба более 100 тысяч И либо имеется разногласие в оценке обстоятельств случившихся Либо в ДТП принимали участие 3, 4, 5 автомобилей То есть более двух Либо у двух, одного из двух участников ДТП отсутствует страховой полис В этом случае они должны для оформления дорожно-транспортного происшествия Прибыть в ближайшее подразделение госавтоинспекции Которая обслуживает эту дорогу, где произошло ДТП Для его оформления Соответственно при себе нужно иметь составленную схему дорожно-транспортного происшествия Либо фото, либо видеозаписи Фотоизображение обязательно На фотоизображение, как я уже сказал, должны быть автомобили По отношению к дорожной инфраструктуре, разметки Повреждения данных автомобилей Все это они должны представить на флеш-носителе Либо на ином съемном носителе сотрудникам госавтоинспекции По прибытию в подразделение госавтоинспекции Сотрудник, который производит оформление ДТП Опрашивает участников дорожно-транспортного происшествия Оценивает те доказательства, которые были им представлены Те материалы, то есть схему, фотоизображение, объяснение И уже принимает решение по каждому конкретному ДТП О степени вины того или иного участника В совершении административного правонарушения Либо в его отсутствии По результатам рассмотрения Выдается копия процессуальных документов Либо копия определения об отказе В возбуждении дела об административном правонарушении В случае, когда нарушение ПДД Не привлекло за собой Совершение административного правонарушения Либо копия протокола и копия постановления О наложении административного штрафа На лицо, которое совершило административное правонарушение И приложение к протоколу Либо к определению В простонародье, которое называется справкой о дорожно-транспортном происшествии, где собрана вся информация о данном дорожно-транспортном происшествии, обстоятельства нарушения правил дорожного движения, участники ДТП, сведения о страховом полисе, о механических повреждениях транспортных средств. Все эти документы выдаются участникам в полном объеме обоим участникам. В случае же, когда на месте ДТП участники ДТП видят, что ущерб незначительный и составляет сумму до 100 тысяч рублей, обстоятельства разногласий не вызывают, то в этом случае, в соответствии с федеральным законом об ОСАГО, необходимо заполнить им вот такое извещение о дорожно-транспортном происшествии. В этом случае в полицию обращаться не нужно, им необходимо лишь в установленный законом срок прибыть в страховую компанию для того, чтобы подать это извещение для получения страхового возмещения. Правила дорожного движения четко регламентируют действия обоих участников. Я не случайно сказал, оценить обстановку, выяснить, есть ли пострадавшие, сделать фото-видео фиксацию, при наличии разногласий прибыть к сотрудникам полиции в ближайшее подразделение госавтоинспекции. Если хотя бы одно какое-то действие не будет выполнено хотя бы одним из участников дорожного движения ДТП, соответственно, в его действиях могут быть усмотрены признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью первой статьей 12.27 Административного кодекса Российской Федерации. Даже вот оформили они схему, сделали фото-видео, но один участник приехал, второй участник не едет по каким-то причинам, но не хочет ехать. Такие случаи у нас тоже бывают. Все. Значит, он совершил правонарушение, предусмотренное 12.27 часть 1. То есть он обязан прибыть. Это не его право, это его прямая обязанность, которая предусмотрена пунктом правил 2.5, 2.6, 2.6.1. Если есть пострадавшие, либо один из участников находится в состоянии алкогольного пенения, либо не имеет права управления, либо лишенный такого права, либо один из участников скрылся с места ДТП. Вот для того, чтобы оценить все доказательства, которые имеют место быть на месте происшествия, необходимо нам туда выезжать, сделать осмотр места происшествия, осмотр транспортных средств, для того, чтобы выявить какие-то следы ДТП, чтобы в последствии принять законные процессуальные решения. Вот это извещение предусмотрено законодательством Российской Федерации. Только вот в этом виде, но у нас со вторым бланком, самокопирующимся. Заполняется обоими участниками ДТП. Здесь все просто и понятно. Отвечаете просто на вопросы. Составляете схему примитивную в виде там стрелок и квадратиков, прямоугольников. Ставите галочки в месте повреждения. И подписывают обо участника. И только вот в этом виде, вот это извещение может быть принято страховой компанией. Оно обязательно к составлению именно в этом виде, в каком оно и есть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok